В три часа ночи у остановки мелькомбинат во время опрокидывания Тойоты Короллы пострадала девушка, ехавшая в этом автомобиле пассажиром. Мчавшийся со стороны центра города седан сначала врезался в бетонный блок, выставленный дорожниками при укладке асфальта. Иномарку бросила к обочине, где, выбив середину бордюрного камня, она налетела левым бортом на новый фонарный столб, после чего пропахала газон и замерла в нескольких метрах от жилого дома. Водитель, похоже, остался невредим и сбежал моментально. Догнать человека в белой кофте и темных штанах пытались очевидцы аварии, но тот бил все рекорды. Увидел, ну, слышал звук, то, что удар. Смотрю, как машина переворачивается. Смотрю, водитель выбежал. Я побежал за ним, догнать не смог. Потеряв нарушителей из вида, свидетели его трусливого бегства поспешили вернуться к машине. Нужно было помочь девушке, которая после серии ударов оказалась зажата в салоне. У инспекторов есть основания считать, что за рулем Короллы был ее владелец. В машине найдены его водительские права. И протокол от 14 февраля этого года составленный на этого же 31-летнего мужчину за управление автомобилем в нетрезвом виде. С учетом этой находки несложно догадаться, что сбежал нарушитель, избегая встречи с полицейскими. Это бы обернулось для него большими проблемами. В том, что водитель был пьян, сомнений нет. Из салона изувеченной Тойоты разило спиртным. В ДТП автолюбитель попал на абсолютно прямом участке дороги, похоже, забыв, что тут идет ремонт. Возможно, свидетелем обвинения станет пострадавшая, которая в таком случае уже точно сможет получить компенсацию за свои травмы. С места происшествия Виталина Кондрахина, Мария Склярова и Виталий Векслер.